Коллцентр создан по поручению главы города. Цель – стать связующим звеном между отдыхающими и недорогими средствами размещения. Среди последних могут быть как небольшие отели, так и частные лица, желающие сдать квартиры, комнаты в квартирах и даже дачи. Главное, чтобы цена соответствовала качеству и соблюдался легальный порядок, который предусматривает заключение договора и получение патента. Таким образом, у сочинских мини-отелей появится хорошая возможность попасть в базы данных крупных туроператоров, а жители города смогут сдать жилье без особых хлопот и самостоятельных поисков клиентуры. Подобная форма по размещению уже функционировала во время проведения Олимпийских игр. Он из себя представляет работу телефонных операторов, он представляет из себя работу наших турагентств, которые заключают договора с частными отелями, с средствами размещения, с квартироздатчиками. И путем получения заявок распределяют эти заявки уже среди квартироздатчиков. Сейчас в базе колл-центра находятся порядка 30 средств размещения. Для того, чтобы войти в этот список, владельцам мини-отелей необходимо подать заявку и заполнить анкету в офисе на улице Конституции, 18. После чего специалисты осмотрят объект на соответствие всем требованиям комфортного гостеприимства. Услуга эта бесплатная как для тех, кто хочет сдать помещение, так и для временно проживающих. Это, безусловно, некая гарантия заполняемости в низкий сезон. То, о чем говорил Анатолий Николаевич неоднократно. Мы хотим этот сезон продлить с трех месяцев до шести хотя бы, то есть захватить часть мая и, соответственно, начало октября. Поэтому я считаю, что у этого проекта светлое будущее. Сейчас колл-центр работает в тестовом режиме. Сюда могут звонить и владельцы жилья, и те, кто хочет его недорого снять. В качестве оператора в колл-центре выступают студенты Сочинского университетского экономико-технологического колледжа. Для них это возможность получения профессионального практического опыта. Планируется, что в сутки колл-центр сможет принимать и обрабатывать порядка 200 обращений. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.